Сейчас в мире производят около 300 миллионов тонн пластика ежегодно, и большая его часть оказывается на свалках. Посчитать точно, сколько микропластика попадает в океаны, сложно. Только по некоторым оценкам это примерно 17 миллионов тонн в год. Пластик не разлагается в прямом смысле. Он устойчив и лишь постепенно распадается на все более мелкие частицы. Микропластиком называют любые пластиковые кусочки размером от 5 миллиметров до микрометра. Пластмасса производится уже на протяжении многих десятков лет, порядка 50 лет. И всплеск большого производства пластмассы как раз привел к тому, что большое количество микропластических частиц выплеснулось на экосистемы. Несмотря на масштаб, проблема микропластика пока не звучит так громко, как тема глобального изменения климата. Впервые о микропластике заговорили еще в 70-х годах, но крупные работы появились лишь 15 лет назад. Сейчас появляется все больше фактов и все чаще заявляет как раз Всемирная организация здравоохранения о том, что проблема существует. Мы до конца не понимаем ее масштаб, до конца не понимаем, как может влиять. Но в целом появляются еще, повторю, исследования, которые показывают негативное влияние микропластика на наше тело. Хотя непосредственный вред микропластика для крупных животных пока не доказан, ученые уже показали, что он влияет на природу в целом. Мелкие животные поедают частички, обросшие водорослями или бактериальной пленкой, принимая их за еду. Пластик накапливается у них в пищеварительных системах, отчего они гибнут. А это, в свою очередь, разрушает всю экосистему. Опасность пластика именно в том, что он долговечен и в ходе различных физических или климатических условий он распадается на менее частиц микропластика, которые впоследствии при потреблении животными усугубляют их жизнедеятельность, в частности, доводят до того, что они просто погибают. Но этот вред оказывается не только на нашу экосистему, но и на человека. В 2018 году группа ученых из австрийского агентства по окружающей среде Ивенского университета проанализировала образцы стула добровольцев из восьми стран. Выяснилось, что в каждом образце находились микрочастицы девяти различных видов пластика. В ходе эксперимента ученые установили, что все участники исследования употребляли продукты питания, упакованные в пластиковую обертку, или пили воду из пластиковых бутылок. Это первое исследование подобного рода, подтверждающее, что пластмасса в конечном итоге попадает в кишечник. Он сам по себе может выделять достаточно токсичные продукты, например, бисфенол-А или, например, фталаты, которые способны вызывать разрывы ДНК. А это, по сути дела, означает мутации. И эти мутации могут привести, например, к перерождению клетки в опухолевую. Так как же уменьшить количество пластика на нашей планете и обезопасить себя? Ученые сходятся во мнении, что по всему миру нужно налаживать контроль за пластиком на всех стадиях его существования. От производства и использования до утилизации. Без этого он в огромных количествах попадает в природу. Поэтому сейчас, как никогда, важно начать раздельный сбор мусора. Этот шаг прямо сейчас можешь сделать и ты. Диана Шилова, Фарид Ахитаглы, Ленардо Блетьяров, Универ Ньюс.